Дальние Зеленцы Ты чувствуешь себя на краю земли Сейчас поселок почти полностью разрушен Но когда-то было по-другому Эти здания были построены по шведским технологиям более полувека назад Даже в таком виде они завораживают своей монументальностью И архитектурными изысками А принадлежат они Мурманскому морскому биологическому институту Созданному еще в 30-х годах прошлого века Когда-то здесь кипела жизнь В поселке был детский сад, школа, библиотека, клуб В многочисленных лабораториях трудилось более 500 сотрудников А специализированные морские суда ходили в научные экспедиции Потом институт перевели в Мурманск В Дальних Зеленцах остались только те, кто не хотел или не смог уехать Но ученые не теряют надежды Что исследования подводного мира Баренцева моря все же возродятся Пусть и не в таких масштабах, как раньше Весь теплый сезон С мая по октябрь они живут и работают здесь Занимаясь изучением подводных обитателей этого сурового края Сейчас время максимального отлива Сотрудники Мурманского биологического института Под руководством доктора биологических наук Михаила Макарова Проводят контрольный лов молоди промысловых рыб Большинство морских рыб обитает в толще воды в открытом море Но их молодь, появившаяся еще весной, проводит первый год жизни на мелководье Среди густой растительности проще найти корм и спрятаться от хищников С помощью небольшого закидного невода Специалисты отлавливают мальков с определенных участков бухты Эта нехитрая снасть помогает успешно решить поставленные задачи Зная площадь участков и их глубину Ученые могут довольно точно определить общее количество молоди и ее видовой состав Потом эти данные будут использоваться для оценки состояния популяции промысловых рыб района Наша встреча с Михаилом — это большая удача Он не только ученый, но и опытный аквалангист с 20-летним стажем погружений Его опыт и знания помогут нам быстрее освоиться в незнакомом месте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В этом году плавает Кристина Рыболовный промысел И рационального использования природных ресурсов Ученые выращивают здесь морскую капусту Прямо в Зеленецкой бухте расположена экспериментальная плантация этой бурой морской водоросли Использовать дикорастущие заросли ламинарии человек начал очень давно В первую очередь как продукт питания Позднее растение стало использоваться в косметических целях Из него изготавливали медицинские препараты и сельскохозяйственные удобрения Но перед учеными стоит другая задача Последние десятилетия наука выявила и другие не менее ценные свойства этого растения Было установлено, что ламинария способна аккумулировать радионуклиды Тяжелые металлы и даже нефтяные отходы Заросли ламинарии это эффективный естественный биофильтр Такие плантации, созданные, например, в акваториях морских портов или в районах морской нефтедобычи смогут значительно улучшить экологическую ситуацию и снизить отрицательное влияние на подводные сообщества Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok